ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы вас приветствуем на Нижегородской земле. Предлагается открыть очередной семинар Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов России, семинар по рабочему движению, Российский Комитет Рабочих. Для того, чтобы приступить к началу работы, я прошу членов с решающим голосом участников нашего семинара поднять свои мандаты, тем самым показав готовность к открытию семинара. Спасибо. Повестка дня была утверждена на прошлом комитете и разослана всем участникам данного мероприятия. На сегодня первый вопрос – это установить порядок нашей работы, принять регламент. Предлагается, значит, начало работы 10.00 до 11.30, потом, значит, с 11.30 – 15-минутный перерыв, продолжаем до обеденного перерыва до 13.30, в 14.30 возобновляем работу, ну и до 18.00 с перерывом в 16.30. Это временные рамки. Кто за данное время проведения семинара, прошу голосовать. Против воздержавшихся единогласных. Значит, следующий вопрос по… Один день семинара. Что? Семинар один день. Нет, два дня. Нет, ну мы на сегодняшнюю работу сначала принимаем. Завтра мы возобновляем работу также в 10.00 и до обеда. Ой, в 9.00, да, извиняюсь. И до обеда. Значит, чтобы начать работу, предлагаю следующий регламент. Значит, докладчикам до 15 минут, выступающим по теме доклада 7 минут, и выступающим в прениях до 5 минут. Кто за предложенный регламент, прошу голосовать. Докладчикам не улава, я могу не уставить. Что? Докладчикам? Ну предлагайте, товарищи. Давайте предлагаем. Ну минут 20. Давайте 20. Еще есть какие-то предложения? Значит, докладчикам до 20 минут, выступающим 7 минут, прениях до 5 минут. Кто за предложенный регламент выступления, прошу голосовать. Воздержавшиеся? Против. Начинаем работу. Первый вопрос по повестке дня. Оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом. Требование работников к работодателям. Слово предоставляет товарищу Горбушкину. Повестку нету. Или... Так она была утверждена уже. Ну хоть озвучить надо, чтобы знать. Значит, уважаемые товарищи, на повестке дня будут рассматриваться 3 вопроса. Для тех, кто не знает или забыл, мы повторяем. Значит, первый вопрос, как я сказал. Оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом. Требование работников к работодателям. Второй вопрос. О представительстве интересов работников в ведении коллективных переговоров. Третий вопрос. О создании первичных просоюзных организаций. Возражения, дополнения? Давайте проголосуем тогда за повестку еще раз. Кто за предложенную повестку? Против, не сдержавшись. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Горбушкин Сергей. Электромонитор из города Электросталь. Значит, оплата сверхурочной работы. Работа в выходные дни в соответствии с законом требований работников к работодателям. Но сверхурочная работа, что это такое? Это работы, которые производятся сверхустановленной продолжительности рабочего времени. По своей сути. Все понимают, что производственные процессы разные могут быть. И вот в случаях, когда начатую работу нельзя не закончить, ее необходимо закончить для нормального функционирования, в случае каких-то чрезвычайных происшествий, война, стихийные бедствия, и, соответственно, надо спасать жизни людей, спасать имущество, и нужно работать сверхустановленной продолжительности рабочего времени, которая в том договоре, то применяется эта работа, сверхустановленная продолжительность рабочего времени, называется сверхурочной работой. И по своей сути эта работа применяется в исключительных случаях. Вот у нас, например, сменная работа дежурства круглосуточная, и когда, например, сменщик не может приехать, что-то случилось, он задержался, то тот, кто продолжает работать сверх своей смены, это вот сверхурочная работа. Это исключительный случай. Форс-мажор какой-то произошел. Но в настоящее время работодатели пользуются вот этой сверхурочной работой для сверхэксплуатации работников. И они пользуются вот этой сверхурочной работой, привлекают работников к сверхурочной работе не в исключительных случаях, а вообще всегда, когда просто нужно выполнить работу, и это не обусловлено какими-то форс-мажорными обстоятельствами, исключительными случаями. И, соответственно, пользуются невысокой правовой грамотностью работников и объясняют им, что вот хотите побольше заработать, побольше поработайте. И не говорят им, что это сверхурочная работа, и даже могут не оплачивать в соответствии с законом. В Трудном кодексе сверхурочная работа у нас описана в ст. 99 ТК РФ. Сверхурочная работа – это работа, производимая работниками по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, смены, а также работа сверхно-нормального числа рабочих часов за учетный период. Это при суммированном учете рабочего времени. Кстати, вот в предыдущей версии Трудного кодекса, это в экзоте, было написано, что сверхурочная работа, как правило, не допускается. Как правило, не допускается. То есть она допускается в исключительных случаях. В новом трудовом кодексе этого нет. То есть это просто написано, что такая сверхурочная работа. Не написано, что она, как правило, не допускается. В статье 152 и 153 ТКРФ написано, как должна оплачиваться... В второй статье написано, как должна оплачиваться сверхурочная работа. Она оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, а за последующие часы не менее, чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно. Работа в выходные дни и в праздничные дни оплачивается согласно статье 153 ТКРФ. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Сделайщикам не менее чем по двойным изделиям расценкам, работникам, которые оплачиваются труд по дневным и часам тарифным ставкам в размере не менее двойной или часовой тарифной ставки. Те, кто получают оклад, в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверхоклада. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной и нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения председательного органа работников, трудовым договором. Вот, кстати, в ГЗОТе в том же было написано, что сверхурочные работы могут производиться лишь с разрешения соответствующего выбранного предсоюзного органа предприятия. А у нас сейчас в правом кодексе написано, что с письменного согласия работника и с учетом мнения выбранного органа первичной предсоюзной организации. То есть, если раньше решение работать сверхурочно или нет принимал профсоюз, потому что профсоюз, ну, он контролирует ситуацию, контролировал ситуацию на предприятии, и он знал, что происходит, какие работы выполняются, и профсоюз знал, является ли привлечение к сверхурочной работе производственной необходимостью, является ли это, обусловлено ли это какими-то чрезвычайными обстоятельствами, или это просто желание работодателя повысить прибыль. То сейчас в трудовом кодексе нужно только письменное согласие работника и учет мнения. И вот, кстати, в экзоте написано с разрешения, то есть, если профсоюз не разрешал, видел, что это просто в целях извлечения большей прибыли, то профсоюз не разрешал работать. А вот сейчас это учет мнения. То есть, ну, профсоюз мнения высказал, что, ну, нежелательно. Ну, и работодатель учел мнения и привлек все равно к сверхурочной работе. И письменное согласие работника. То есть, работник сам, работая на каком-то рабочем месте, откуда он знает ситуацию на предприятии? Или даже если подразделение большое, то откуда он знает ситуацию в подразделении? Откуда он знает, действительно ли это чрезвычайные обстоятельства, и нужно поработать сверхурочно, потому что это какой-то форс-мажор? Отдельный работник этого может не знать. И вот работодатель просит только письменного согласия работника, и работник, не имея полной картины, естественно, подписывает там без вопросов и работает сверхурочно. Значит, ограничения в сверхурочной работе. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Это если при суммированном учете рабочего времени. Вот по оплате сверхурочной работы. Сверхурочная работа, да я уже сказал, оплачивается за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. А вот работа выходные и дни оплачивается не менее чем в двойном размере, ну и в праздничном тоже. И вот тут вот тоже есть одна хитрость. Так, значит, по оплате какая тут хитрость есть? Значит, оплачивается вот этот двойной, повышенный двойной размер, он распространяется только на оклад. Мы сейчас все знаем, что у рабочих есть оклад и премии надбавки. Так вот, оклад составляет, ну, по крайней мере, вот на моем, например, предприятии, он составляет меньшую часть зарплаты, примерно 30, даже чуть меньше 30%, а все остальное составляет надбавки. Так вот, оплата сверхурочной при оплате сверхурочной работы в двойном размере платится оклад, а надбавки платятся в одинарном размере. И таким образом складывается ситуация, что сверхурочная работа может даже оплачиваться ниже, чем просто нормальная работа. И вот, кстати, значит, есть решение Верховного Суда Российской Федерации 21 июня 2007 года, и там, значит, так написано, цитирую, в статьях 149 и 152 ТКРФ не указано, что оплата сверхурочной работы осуществляется исходя из средней заработной платы работника. То есть, при оплате, как бы, ну, если так по-честному, то берется вся заработная плата, делится на количество отработанных часов, ну, допустим, за год берется вся зарплата, делится на количество часов отработанных в год, получается, сколько работник израбатывает в час. И вот часы сверхурочной работы умножаются на два и умножаются на эту величину. И таким образом работник получает в два раза больше за сверхурочную работу, чем он получает за обычную работу. Это, как бы, по-честному должно быть. Но у нас, получается, ситуация такая, когда берется только оклад, а оклад – это меньше тысячи процентов от всей зарплаты, и вот оклад платится в двойном размере, берется 12 окладов, делится на количество часов отработанных в год, и вот эта величина умножается на два и на количество сверхурочной отработанных часов. А вот все надбавки и доплаты, они платятся в одинарном размере. И таким образом получается, что сверхурочная работа оплачивается, может оплачиваться даже меньше, чем обычная работа, хотя должна в два раза больше оплачиваться. Вот оплата в выходной день и рабочий день. Очень часто такая ситуация возникает, что работа в выходной день совпадает со сверхурочной работой. То есть, допустим, работник работает 5-2 с понедельника по пятницу. Когда он выходит в выходной день, он работает в выходной день, ему должны оплачивать в данном размере, потому что это работа в выходной день. Но если это еще и сверхурочная работа, то здесь, по идее, должно в 4 раза больше ему оплачиваться, потому что это и сверхурочная работа, и работа в выходной день. Но ему оплачивается только одно из этих двух, либо сверхурочное, либо работа выходной денег в двойном размере. То есть, этим тоже пользуются работодатели, чтобы поменьше платить. Значит, вот у нас на предприятии практически летом, с весны по осень, каждый выходной по всему предприятию привлекаются к сверхурочной работе работники. Это порядка 20-30-40 человек каждую субботу, в воскресенье чуть поменьше, 10-20 человек привлекаются к сверхурочной работе. У них берут согласие, те, кто работает и суббота-воскресенье, может такое быть, за субботу они получают в двойном размере оплату, а за воскресенье это значит выходной день. За выходной день они работают. И вот каждые выходные по несколько десятков человек работают сверхурочно. То есть, здесь ни о каких форсмаженных обстоятельствах речь не идет. Это регулярная сверхурочная работа, потому что штат организации, даже в годовых отчетах написано, что 97-98-96%, то есть численность штата не хватает для выполнения работы. И работников привлекают постоянно к сверхурочной работе. По такой схеме оплаты им даже, получается, оплачивают меньше, чем обычную работу. И таким образом работодатель получает сверхприбыль. Но для работников-то это чем плохо? Ну, во-первых, они больше работают. А работают в выходные дни, они не проводят время со своей семьей. Больше работая, если это какие-то вредные условия труда, они больше не работают в вредных условиях труда. Они теряют свое здоровье. Они меньше видятся со своей семьей. И получают при этом, могут получать даже и не в два раза больше, а даже меньше, чем при обычной работе. И вот это в настоящее время, как вот мои товарищи скажут, у нас в России это распространено очень широко. И практически везде все работают по сверхурочной работе. Хорошо, если она как-то оплачивается. Потому что на многих предприятиях, вот, например, при сменном графике, люди работают по 12 часов в день-ночь, а цепной-выходной. И так работают. И я спрашиваю, ну а как же вы, если у вас такой график, то у вас в месяц, ну или в год, неважно, за учетный период, у вас сверхурочные часы, очень много сверхурочных часов. Оплачивают ли вам? Мне отвечают, ничего нам не оплачивают. Вот, например, на котельных, вот в районе Москвы, в Балашихе, в Лобне, котельные, то есть, которые обеспечивают теплом. Вот там люди так работают. Они работают день-ночь, а цепной-выходной. И я спрашиваю, это же сверхурочная работа, как вам оплачивают часы? Нам никак не оплачивают эти часы. То есть, на многих предприятиях сверхурочная работа даже не оплачивается. И она не учитывается в табеле. Она не учитывается во всех статистических данных. И вот есть у нас книжка, которую написал профессор Золотов, сокращение рабочего дня, как основание экономического развития России. И вот там приводятся данные, количество часов, которые в год отрабатывает, ну, в среднем, трудящиеся в разных странах. И вот в России, так вот, в России это количество часов, оно даже в статистике, ну, оно самое большое среди европейских стран. И оно еще выше, потому что во многих случаях сверхурочная вот эта работа, она не учитывается в табелях организации. Она не учитывается в статистике. И, соответственно, работники в России отрабатывают часов намного больше даже, чем это написано. Плюс нам еще не забываем, что повысили пенсионный возраст на 5 лет. И то есть, это еще умножается на 5. То есть, у нас какие-то гигантские цифры получаются часов, которые работники отрабатывают, при этом, либо вообще не получая за эту работу. То есть, по сути, работая практически бесплатно. Либо получая меньше даже, чем, меньше или столько же, чем они получают за обычную работу. И вот таким образом можно констатировать, что сверхурочная работа – это один из способов современной сверхэксплуатации работников в современной России. Как с этим бороться? Ну, вот я уже сказал, да, в Туром кодексе тут написано, что, значит, конкретные размеры оплаты могут определяться коллективным договором. Ну, собственно, это и есть ответ. Потому что в коллективный договор необходимо, ну, где его нет, надо его писать и принимать. И где он есть, надо туда включать положение, значит, такие, которые бы стимулировали работодателя не применять сверхурочных работ. Например, устанавливать повышенную оплату. То есть, здесь написано, что форма размера оплаты определяется коллективным договором. Можно написать, что сверхурочная работа оплачивается не в два раза больше по сравнению с обычной, и не только оклад, а, например, исходя из средней зарплаты, из всей, и в четыре раза, или в пять раз, или в десять раз. Тогда работодателю будет просто экономически невыгодно привлекать к сверхурочной работе, а экономически выгодно ему будет нанять дополнительных работников, увеличить штат 100% или 101% сделать процент. Вот как у нас на предприятии 98% штата, ему будет выгодно сделать 100% или даже 101%, чтобы люди успевали все делать, установленную положительность рабочего времени, всю работу, и не привлекались к высокурочным работам. Ну, а сверхурочной работы в случае аварии каких-то форс-мажинах, кстати, можно прописать действительно, что они оплачиваются там, ну, как обычно, по ТКРФ в двойном размере. А вот если работодатель хочет получить просто прибыль побольше, то пускай в десятикратно выплачивает. Также включать надо в коллективные договора положение о том, и вот это положение также есть в программе коллективных, в задачах коллективных действий Федерации профсоюзов России, это установление должностного оклада на уровне не менее 80% от зарплаты. То есть, чтобы работодатель не смог использовать такую схему оплаты, когда должностный оклад маленький, и он платит, исходя из этого, на оклад в двойном размере, а все надбавки в одинарном или вообще эти надбавки могут, кстати, не платиться. Если оклад будет составлять 80% от зарплаты или 90% там, то сверхурочная работа будет оплачиваться в двойном размере или в повышенном, как вы определите, и нельзя будет пользоваться вот этим приемом работодателю. Вот, кстати, в коллективном договоре докеров, ну вот, значит, там есть пункты не привлекать работников к сверхурочным работам на радиоактивных, химических и опасных грузах. То есть, на тех работах, которые вредны, где есть вредные условия труда и опасное производство, сверхурочные работы вообще не допускаются. То есть, берите какого-то другого работника, нанимайте, если вам надо сверхурочно поработать, потому что, ну, опасные, вредные факторы, это напрямую влияет на здоровье человека. То есть, он тратит свою жизнь, и на что? И вот, кстати, в коллективном договоре докеров, они прямо взяли пункт из экзота, где написано, что сверхурочные работы, как правило, не допускаются, и применение сверхурочных работ в организации может произойти только в исключительных случаях, и только, значит, по согласованию с правкомами, ну, с письменного согласия работников, это потому что в ТК РФ есть. То есть, они докеры просто скопировали экзот, потому что в экзоте было всё хорошо написано, что сверхурочные работы только с решения фабричного заводского комитета профсоюза могут производиться. То есть, ещё раз хочу подытожить, что сверхурочные работы изначально, и суть их была такая, что при чрезвычайных обстоятельствах и исключительных случаях, когда работник работает свыше, установит положительность рабочего времени, и вот эта работа называется сверхурочной работой, она оплачивается, соответственно, в повышенном размере, потому что исключительный случай, но в настоящей современной России работодатели используют это очень широко, практически во всех предприятиях есть эта сверхурочная работа, только с одной целью, с целью повышения прибыли, и, соответственно, работники сверх эксплуатируются таким образом. А вот механизмы оплаты существующие, они позволяют даже эту сверхурочную работу оплачивать в меньшем размере по сравнению с обычной работой, или вообще не оплачивать. И вот, кстати, хочу сказать про работников непроизводительного труда. Работники непроизводительного труда, вот у них это даже, наверное, еще шире применяется сверхурочная работа, потому что, например, проектные институты, проектный отдел, нужно сделать проект какой-то. И работодатель говорит, вы должны сделать проект к такому-то числу, и все, вы можете... А он говорит, а вы можете дома делать, вы можете в офисе сидеть, можете в офисе не сидеть, мне все равно. Вы должны сделать к такому-то числу. Обычно это число, дата это предыдущая, вчерашняя обычно дата. Вот, то есть и работники, они не производительного труда, они вынуждены работать дома по выходным дням, они вынуждены сидеть на работе, это сверхурочная работа, но им никто это не оплачивает, потому что вот такой механизм используется, что типа ты вот сделай работу и получишь деньги за работу, а сколько это времени займет, это неинтересно работодателю. Хотя в договоре написано, у всех работников непроизводительного труда, у всех написано, что рабочее время с 8 до 5, с подделька по пятницу. Но работник работает над этим проектом в выходные дни, он думает об этом проекте по ночам, он может оставаться после работы, и никто ему эту сверхурочную работу не оплачивает, работодатель пользуется вот этим. Также сверхэксплуатируя работников непроизводительного труда. Ну и еще раз хочу сказать, что борьба с этим, это вот, трудовой кодекс нам позволяет включать пункты в коллективный договор, которые будут предотвращать эту сверхурочную работу и предотвращать эту сверхэксплуатацию. И вот в большинстве компаний даже не оплачивают сверхурочные работы, и просто потребовав соблюдать 152-ю, 153-ю статью по оплате сверхурочных работ, и работ выходные не в соответствии с законодательством, то просто потребовав соблюдать законодательство, а это можно сделать только коллективно, можно улучшить свою жизнь и уменьшить степень эксплуатации своих работников. Ну а приняв коллективный договор и прописав соответствующие пункты, можно еще и намного улучшить. И, соответственно, еще уменьшить степень эксплуатации, которая на данный момент огромная. Вот я тут раздал отчет по своему предприятию, там 350-450% степени эксплуатации работников, а мы знаем, что есть предприятия, где и за тысячу у нас в России. Действительно, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Спасибо Сергею Горбушкину за хороший доклад, интересный. Уважаемые товарищи, я обращаюсь в первую очередь к участникам с решающим голосом для того, чтобы поучаствовать в обсуждении этого вопроса. Хотелось бы, чтобы каждый из вас по данному вопросу выступил. Приглашаю для выступления. Пожалуйста. До 7 минут регламент. Горденин Максим Владимирович, слесарь по ремонту подвижного состава Самара. Вот по этой теме о переработках хотел сказать о таком интересном, недавно узнал о таком интересном способе ухода работодателя, нанимателя от оплаты переработок, когда уже даже на стадии трудоустройства работнику предлагается сразу взять совместительство. и человек устраивается не на одну ставку, а на полторы. И в этом случае он работает, к примеру, если у него смена 8 часов, он работает 12 на полторы ставки. Эта переработка не считается в этом. И получается, что он получает, в принципе, именно столько, сколько если бы вот он работал, то есть почасовая у него оплата идет ровно такая, как при 8-часовом рабочем дне. А работает человек фактически 12. Если 12-часовые смены, человек должен 2 дня поработал, там 2 дня отдохнул, у них получается 3 дня поработал, 1 отдохнул, то есть полторы ставки. То есть идет сумасшедший износ организма, никаких полуторных, никаких двойных оплат при этом нет. То есть это получается, что один из таких очень жестоких способов эксплуатации, и на это надо обращать нам самим, профсоюзным организациям. То есть это запрет совместительства. То есть чтобы каждый человек, устраивающийся на предприятии, устраивался только на одну ставку. Иначе здесь невозможно сказать, что у него идет переработка. И даже если предприятию необходима переработка, человек, если он выходит на работу дополнительно по закону, должен получать полторы оплаты, 2 оплаты за выходной день. Получается, что он этого сам себя лишил, заранее подписав договор о совместительстве. И отказаться от совместительства, то есть если вы от переработки можете отказаться, просто потому что у вас там в семейном обстоятельствах вы не можете в выходной день выйти и так далее, вы каждый раз должны подписывать согласие, что вы выходите в свой выходной день или остаетесь на сверхурочную работу, вы должны подписать согласие. В случае совместительства, никаких согласий вы уже ничего не подписываете, вы обязаны работать по тому графику, который вам предоставил работодатель. И еще очень интересный момент, выяснился, что у нас в последнее время очень здорово просели те нормы, которые были достигнуты в советское время по ночной работе. Я с ужасом узнал, что у медиков, которые сутки работают, у них нет 4-х часового сна в ночь. То есть человек 24 часа, а раньше, если человек сутки работает, у него обязательство было, то есть гарантированное законом 4-х часовой сон в течение суток рабочих в ночное время. А сейчас этого нет. И люди, простите, у меня товарищ, когда проходил обследование, ему врач совершенно точно сказал, если ты сутки не спишь, энцефалограмма показывает, что ты псих. То есть энцефалограмму мозга снимают, а там уже идут изменения. То есть снял энцефалограмму, тебя могут просто психушку заправить. А у нас, получается, люди в таких условиях работают, там сутки через трое шпарят, без всякого отдыха, и получается это уничтожение просто своего мозга. То есть это тоже, получается, переработка, от которой ушли, то есть она нигде не закреплена. Вот все, что хотел сказать. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Гим Павел Юрьевич, спецоремонтник счета разведок Самары. Значит, что хотел сказать по поводу переработок. Ну, с переработкой у нас как получается? Конечно же, сейчас на всех крупных производствах рабочие перерабатывают. Во многом они не понимают, что это вред. Они соглашаются на это, с учетом того, что, мол, ну вот, сейчас у меня будет дополнительная денежка в кармане, или дополнительный выходной. То есть берут, часто берут, даже не деньги, потому что говорят, мол, у нас денег нет, извините, ребят. Берут отгулы. Отгулы, часто получается так, что отгулы непростые, как бы даже неоплачиваемые. То есть за свой счет берут. То есть, ну, как бы вот ты отработал, вот там, иди в какой-нибудь день отдохни, полежи там. Но получается, что вред здоровью все равно колоссально наносится. С этим как-то нужно бороться. Вот это главная проблема все. То есть, я сталкивался с этим, я тоже пытался ребят отговорить, но как-то вот все это упирается в то, что тоже нормально, у нас там дополнительные деньги есть. Почему бы нам их не заработать? Мы живем с вами при капитализме. Всеобщее бытие у нас капиталистическое. Стало быть, люди у нас рассуждают рыночными категориями. Так вот, чтобы человеку вот это вот убрать, да, нужно что-то ему взамен предложить. А предложить можно только, когда ты напишешь в коллективном договоре вот такие условия, от которых просто, ну, вот, то есть ему нужно прописать условия в коллективном договоре, что, во-первых, переработка, она будет, скажем, даже меньше, чем заработная плата, чем отпускные и чем остальные все плюшки. То есть ты подходишь к рабочим и говоришь, зачем тебе перерабатывать, если у тебя зарплата будет 120 тысяч рублей, ну, или хотя бы 70 тысяч рублей, и у тебя еще будет дополнительный оплачиваемый отпуск. Человек задумывается, правда, зачем мне перерабатывать? То есть переработка это не вот что-то такое, как бы вот я там, сегодня хочу, завтра не хочу, переработка, они соглашаются люди на переработку именно потому, что им это требуется как дополнительный заработок, как дополнительный выходной. Значит, нужно как раз-таки бороться тем, чтобы в коллективный договор вписывать те условия, в которых вот рабочие откажутся от переработок. Это такой момент. Значит, то есть, и вообще, в принципе, вопрос, конечно, переработок, это такая болезненная тема, вот, и рабочих нужно агитировать за то, чтобы они не перерабатывали. И запомните, что один-два рабочих откажутся и с ними начнутся бороться, но когда весь коллектив производства откажется от переработок, вот это уже никто не сможет поменять. Поэтому, товарищи, организовывайте рабочих коллективы, совместные, профсоюзы боевые, рабочие, и добивайтесь условий лучших для того, чтобы переработок не было. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, товарищи, Федян Андрей Анатольевич, город Королёв, оператор СНОВОХ ЧПУ. Я хочу, по опыту, немного какие-то заметки делаю, работал на многих предприятиях, и просто я замечаю, что переработки, они действительно такой бич для рабочих. Которые пытаются применить любой работодатель, но я замечаю, что, в принципе, переработки, ну, любых предприятий, где я работал, они для начала людям предлагаются. То есть, по-хорошему предлагаются, и люди, вера людей в то, что он может заработать больше, поработав больше на работе, вот эта вот вера людей губит. На самом деле, это всё обман. Всё равно есть такие понятия, как инфляция, есть такие понятия, как коэффициенты и так далее, которые на любой работе, на любом предприятии всегда пересматриваются, всегда понижаются. И люди работы на работе больше, они понижают свою собственную зарплату просто и всё. Мало того, они могут не только понизить свою зарплату, они понижают зарплату других людей, которые спокойно работают. И не только они понижают, они ещё могут увольнять людей. То есть, здесь ещё сокращение рабочих мест, разговор идёт, потому что два человека переработали, они сделали продукцию столько, сколько сделать могли бы три человека. Они, можно сказать, третий человек становится ненужным. А кто его знает, кто из вас троих будет ненужным? Это как русская рулетка, мы играем в эту рулетку, а кого-то выстреливают из предприятия. Потому что это такой серьёзный вопрос. И так как это всё-таки поначалу предлагается, я думаю, люди, кто ещё не готов, может быть, к профсоюзной работе, к борьбе или ещё что-то. Может быть, коллективный договор, до человека ещё не дошло, что это серьёзный документ. И он может серьёзно облегчить человеку жизнь. Но надо, по крайней мере, хотя бы не убивать себя самому тем, чтобы быть не дома всё время, а на работе и постоянно понижать заработную плату свою собственную. Так что вот я призываю бороться даже просто элементарными аргументами, что вам нужен отдых, что вам не хватает выходных и так далее, что семья, пятое-десятое. Можно на трудовой кодекс ссылаться, там тоже есть ограничения всё-таки в трудовом кодексе. Ну и в конечном итоге, конечно, как вот уже и прозвучало сегодня, и каждый раз у нас звучит, что в конечном итоге надо потихоньку готовиться и двигаться в сторону профсоюза и коллективного договора. Ну а пока мы собственной рукой как бы сами себя забиваем. Предложили подработать? Ну да, да, давайте задержимся. Вроде как денежку пообещали. Но вам сегодня её пообещали, завтра прибавили, тысячу вы вроде заметили. Но послезавтра она ничего не весит, это тысяча. Ваша потребительная корзина всё равно не увеличилась нисколько, но рабочее время увеличивается это стопроцентно. Так что вот как-то всё, что хотел сказать пока на данный момент. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Сонин Евгений Вячеславович, город Венёв, Тульская область. Был у меня такой опыт. То есть я работал на предприятии по производству кухонных гарнитуров. Работал оператором ЧПУ станков. И получается пока я работу искал, соответственно денег нету. Устроился туда на работу. Ну и решил поподрабатывать. То есть думаю, месяцов сейчас поработаю, там по 12 часов, 5-2. Вот. И что-то заработаю. Вот. Но капиталисты найдут на любую хитрость, чтобы не платить. Соответственно видят сумму, которую ты заработал. И так как ты работаешь по расценкам. Вот. Соответственно когда уже работу сделали. Вот. То есть соответственно должны получить хорошие деньги. Вот. И когда ходят до зарплаты, то есть была такая вещь сказана, что у вас там много брака, и я за такую работу платить не буду. Я ему предложил. Я говорю, ну раз это мой брак, вы говорите, что это именно мой брак. Давайте мне его покажите. Я его себе заберу. Это готовый кухонный гарнитур. Собирай и продавай. И даже поделюсь с теми работниками, которые тоже там свой труд туда вложили. Вот. Я говорю, ну покажи мне это. То есть соответственно он отмазался и говорит, у нас сейчас пока нет денег вам заплатить. А приехал на машине, ну приблизительно за 10 миллионов. Я говорю, ну продай машину и отдай нам деньги. Потом купишь себе другую там, если какие-то там другие работники найдутся. Вот. У меня в принципе все. Спасибо. Спасибо. Машину продал. Никита Ананевич, город Самара, слесарь по ремонту электрооборудования. Ну я что хочу сказать. Вот у нас такая специфика, связанная с ремонтом нормы вагонов в день. Вот. Поскольку оборудование изношено, постоянно приходится доремонтировать. Ребята жалуются, что мы ремонтируем, дескать, не свое. Вот это должны были сделать другие. А по факту просто людей повышенно эксплуатируют. То есть нужно в единицу времени сделать больше труда. Там интенсивность труда начинает накручивать. Но мы знаем, что интенсивность труда, когда стремятся повысить, производительность-то падает. То есть нас начинает мастер гонять. И, ну предположим, один вагон, предположим, 45 минут ремонтируется. Вот. А в силу разных причин. Изношенности оборудования не доремонтировали до нас. Опять что-то сломалось. По второму разу он пошел. Приходится снова этим всем заниматься. Вот. Поэтому, как бы получается, количественная переработка. Вот. Связанная с повышением интенсивности. То есть, что касается сверхурочных, там в меньшей степени. Вот. И люди вот стонут под вот этим. Ну это данность. Под вот такой вот необходимостью, несмотря на то, что все уже научились вроде бы. Ну, простой пример. Вот. Нужно отправить на долгий ремонт. Но то, что нужно отправить на долгий ремонт, по факту ставят на твой, на короткий. Где-то нужно за 45 минут заменить. Но чисто физически это довольно тяжело. И ребята, хотя и научились, они опытные. Но все равно им легче от этого не становится однозначно. Хотя они успевают. То есть, все равно с них сходит не один пот, а там три и так далее. То есть, вот такая интенсивность получается. Так что вот такая данность есть. Ну как с этим сладить? Как с этим сладить? Задача-то тривиальная. Все это нужно прописать в колл договоре. И как-то вот самое главное людям объяснить, что ребята... Хотя в целом есть понимание. Но вот зачастую пока сознательность такая, что этот колл договор никто в глаза не видел. Некоторые догадываются о его существовании. А уж то, что его можно сделать свой, да и принять, да и так далее. Тут уже следующий совсем этап. Ну вот постепенно эту мысль стараемся как-то довести до людей. Этот процесс идет, движение идет. Ну, час не быстро, но идет. Так что вот, вот что хотелось бы сказать. То есть, это все такие тут нужно учитывать в колл договоре, прописывать и смотреть трудовой кодекс и так далее, и так далее. Мы хотели по этому поводу доносить до людей вот эти все моменты. Что хотел бы сказать. Урясев Александр, Ленинград, слесарь и бунтник ТПА автоматов, термопласт. Тоже хотел добавить пару штрихов к картине переработок. Конкретно у нас они... Выходят в первую очередь за счет использования предельно неграмотных в законодательстве работников. В первую очередь приезжих из бывших союзных республик. Почему ими проще управлять? Ну, регламентарно. Большинство из них говорит по-русски очень плохо. Следовательно, не могут даже прочитать нормальный текст того же трудового договора. Не говоря уж о прочем. В результате легко поддаются на провокации, типа выходи, а то мы тебя запросто можем заменить. И заменят. Потому что он не знает, что может защищаться. И в этих условиях спокойно используются переработки в виде дополнительных смен. В частности. Причем не просто с обычной оплатой, а вовсе без оплаты. То есть я уточнил, примерно половина случаев переработок на нашем производстве не оплачивается вовсе. Просто дарит дополнительную смену нанимателям. Это один штрих. Ну и соответственно, видя такую картину, все остальные работники вынуждены брать переработки под давлением, когда им показывают пальцем на этих приезжих и говорят, видите как они работают? Нам их выгоднее держать. Вас уволим, не будете брать. Второй штрих. Тоже практикуемый, как я недавно выяснил, на нашем производстве. Значительная часть работников работает в режиме 12-часовых смен, 2 дня, 2 ночи, выходные. То есть в 40-часовую рабочую неделю худо-бедно теоретически вписывается. Но ночные не оплачиваются, праздничные не оплачиваются. Как я недавно выяснил, эти смены официально через бухгалтерию проводятся, как восьмичасовые, в том же временном интервале. Вот, еще такой дополнительный способ. Насколько я понимаю, балансирующий где-то на грани законности, но тем не менее работает. Не знаю, я думал еще один пример рассказать, но он скорее комический. И это было на другом месте, это было не травматология имени Вредена. Собственно, моя предыдущая специальность, я работал там на отделении реабилитации. И у нашего начальства была совершенно замечательная тема. Они поддерживали хорошие советские традиции. Субботники. Да. Собственно говоря, это история о том, каким образом мы это дело прекратили. На отделении начался ремонт. Наняли каких-то людей, они там быстренько что-то так терплям сделали, все побросали, ушли. У них работа закончилась. Приходит замглавного врача по реабилитации, говорит, так, вот у нас теперь субботник, выходим, вот это все убираем. Так сказали физиотерапевтические медсестры, так сказали массажисты. А почему? Потому что субботник. Потому что у нас коллектив и прочее бла-бла-бла. Первый раз, когда я только устроился, я так вышел, посмотрел на это дело, и отметил про себя тот факт, что никого из представителей начальства что-то не видно. Когда где-то месяца через четыре по какому-то поводу заявили следующий такой же субботник, я сделал две вещи. У коллег перед носом потряс великим почином, протестировав оттуда несколько избранных моментов. В частности, про то, что на субботник выходили партийные советские активы, то есть освобожденные работники, причем выходили подсобными. Это очень впечатлило. После чего очень громко на все отделение попросило начальство приказ. на бумаге, с подписью, с печатью, чтобы все хорошо было. Это была последняя попытка вытащить нас на подобное мероприятие. По крайней мере, пока я там работал, такого больше не было. А, ну да, я еще при этом сказал как-то между делом, но тоже довольно громко упомянул словосочетание трудовая инспекция. Ну и приказ попросил. Ну это, не знаю, сомневаюсь, что это очень широко распространенная практика. Нас уже предупредили, что у нас впереди полтора месяца сегодня. Для коллекции цитируем «Великий почин», для руководства громко рассуждаем о применении всяких там трудовых инспекций и прочих. Возможно, этого вполне хватит. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Шилов Дмитрий Юрьевич, монтажник радиоэлектронной аппаратуры из города Деменград. Значит, работаю на АОК БСН. Ну что могу сказать, что вообще для рабочего класса при капитализме сверхурочная работа – это, конечно, дополнительная нагрузка. И, бесспорно, это вредный фактор для здоровья, для продолжительности жизни работника. И, конечно же, с этим явлением нужно бороться. И сейчас, конечно, в сознаниях многих людей еще есть такая идея, что мы, работая сверхурочно, мы как-то можем исправить свое положение. Догнать, так сказать, падающий уровень, значит, не цены, а падающую стоимость своей рабочей силы при росте цены и инфляции. Ну вот это нужно, конечно, людям объяснять, что, выходя сверхурочно, мы увеличиваем прибыль капиталистов в первую очередь, но не спасаем свое положение, потому что в итоге все равно получается, как вот говорили докеры, что мы получаем разбавленные деньги, то есть разбавленными деньгами получаем зарплату. Вот, и по сути это так и получается, что вместо того, чтобы бороться за коллективными действиями, бороться за, значит, повышение заработной платы, да, стоимость рабочей силы, вот, ну, люди вот так вот решают по-простому, идут по простому пути, да, вот, индивидуально пытаются решить эти финансовые свои проблемы. В принципе, все понятно, там у многих кредиты какие-то, там, тоже, личные, значит, финансовые проблемы, вот, но, прежде всего, надо понять, что вот так, так мы этот вопрос не решим. Вот, и тут только, только коллективные действия, конечно, вот, осознать это, прежде всего. В принципе, даже вот, чтобы, ну, для того, чтобы отказаться, то есть сверхурочная работа, то есть никто не может человека заставить, заставить выходить сверхурочно. Это вот прописано в трудовом кодексе, что нормальная продолжительность рабочего дня, это 40 часов, рабочая неделя 40 часов. Вот, и мне кажется, что вот правильным будет вот в таком, значит, такой ситуации, когда, значит, работодатель настаивает, да, или какими-то путями, там, ну, давлением, значит, проявляет, значит, чтобы выходить за отгулы. Вот, за отгулы – это хорошая вот такая форма, значит, ну, допустим, поощрение, да, то есть, ну, в трудовом кодексе написано, что можно либо за двойную плату выходить, либо за дополнительный выходной. Вот, и, в принципе, тогда, ну, работник не теряет свое здоровье, если он, ну, получает дополнительный выходной. Это, это хорошо для здоровья, для продолжительности жизни, для, в общем, для самого работника, вот, предпочтительнее выбирать, значит, дополнительный входной, если уже он выходит. Вот, и у нас в трудовом договоре коллективном, значит, прописано, что для всех категорий работников оплаты, оплата работы, выполняемой сверху установленной коллективным договором, дневной продолжительностью времени производится за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, а последующие часы не менее, чем в двойном размере. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии с трудовым кодексом РФ. Так, по желанию работника, сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха в полуторном размере от времени, отработанного сверхурочно. Вот, то есть, это хорошая, в общем-то, форма. И также еще хотел сказать, что дополнительный день, если дополнительный выходной, он тоже оплачиваемый. Получается, что тогда работник ничего не теряет в деньгах. То есть, он выходит за дополнительную... Ну, выходной день он выходит, праздничный день, этот день ему оплачивается, и еще он получает выходной. в принципе, нормальный, нормальный ход такой. Да, ну, спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Егорчик Михайлов Анатольевич, я из ПИМИТ. Вообще, вот, хотел бы рассказать про свое предприятие. Специфика наших сверхурочных работ на нашем предприятии, она немножко, ну, такая специфична. В нашем предприятии, я работаю следствием по ремонту технологического оборудования, установок. Сейчас. Вот, мы занимаемся, наше предприятие, вместо бывшей ремонтной службы нефтеперерабатывающего завода, нас вывели на сервис, то есть, мы как отдельная компания, но он находится также внутри этого завода, и производим техническое обслуживание вот всего оборудования, которое есть. И у нас работы сверхурочные делятся обычно на два типа. У нас несколько цехов, у каждого своя специфика, кто-то, знаете, какие-то заказы там по металлоизделиям каким-то, есть токарные станки, есть цеха по ремонту динамического оборудования, то есть, это разные специфики. Я работаю в дежурной бригаде, то есть, мы работаем по 12 часов, все работают по 8, мы работаем по 12 часов в день, два дня через два, то есть, на нас ложится как бы вот аварийная работа вся, оперативные какие-то, какие-то необходимые, когда людям необходимы вот сейчас и вот именно. И вот специфика сверхурочных, она немножко у нас бывает разная. У одних она заключается, когда надо людям остаться, например, доделать работу, чтобы успеть в план, то есть, у них немножко такая. А второй тип сверхурочных, это когда аварийная обстановка, когда сломалось оборудование, его надо срочно отремонтировать, иначе это грозит остановкой установки технологической. Да, и соответственно, получается, что вот разные такие специфики вот сверхурочных работ, там и борьба за оплату вот их и за, должна быть немножко разная. Вот есть, например, которая плановая, которая внутри производства, которая именно работы нашей организации, то есть, соответственно, надо от них вообще отказываться. То есть, надо так делать, чтобы работодатель внедрял какие-то новые технологии, новые там, увеличивал производительность туда, ну, чтобы не было. То есть, правильно, грамотно организовывал работы, распределял имеющийся личный состав, то есть, организация там. Чаще всего бывает, что это организация неправильная. Вот, от каких работ надо вообще отказываться, люди пытаются заработать, а зарабатывать надо именно поднятием заработной оплаты, а не продолжительностью рабочего дня. Вот, а второй тип работ, это вот аварийная работа, от которых нельзя отказаться, ну, потому что их надо кому-то делать. Потому что, ну, вы понимаете, останавливается установка там, и печи, и процессы такие, ну, очень-то сложно. Вот, вот была совсем недавно практика, за это, то есть, за каждую вечеровку можно было получить два или три отгула, предположим. Ну, что такое это отгула? Это вам ставится смена, но у вас нету, вы отдыхаете, а смены проставляются, как будто вы есть. То есть, это отличный способ отдохнуть людям, то есть, устроить себе, взять маленький отпуск, устроить себе какой-нибудь там, недельный, взял, накопил отгулов, раз потратил, вот, или получить оплату. Ну, соответственно, тоже надо смотреть на, как у тебя, чтобы ты сам себя не переработал. Вот, вот, и, соответственно, в других цехах у них сверхурочная работа, они могут быть тоже, ну, немножко разные все. И единственное, кто может учесть интересы всех, это именно профсоюзная организация, внесением это все в коллективные договора. Вот, единственный орган, который может со всем этим бороться и знать интересы всех трудящихся, это вот профсоюзная организация. Вот, вот, я считаю, что вот метод борьбы надо делать вот такой. Не бороться за отдельные там, сверхурочные, да как, а вот именно подходить, ну, как вот, к каждому вопросу, прорабатывать это все и вносить в коллективные договора и бороться за них. Спасибо. Беру слово. Уважаемые товарищи, актуальные очень... Актуальные очень... вопрос все-таки в повестке дня стоит. Это в первую очередь говорит о том, какой отклик идет со стороны работников. Значит, я вот хотел познакомить с теми моментами, которые на сегодняшний день прописаны в нашем коллективном договоре. Значит, это присутствует надбавки за работу в ночные часы. Вот я слышал, что где-то они, кто-то о них говорил, что приходится в ночное время работать. Но если идет сменный режим, особенно, когда работает оперативный, оперативный, оперативно-ремонтный персонал, когда 12-часовая смена, сталкиваемся с ночными часами. Вот у нас коллективным договором прописано с 10 и до, по-моему, 7 часов или 6, я сейчас уже не помню. В ночные часы, они повышенный тариф оплачиваются. Это одна норма, которую можно прописать либо в положении, либо в коллективном договоре, который, в положении, которое будет приложение, да, коллективного договора, либо непосредственно в самом коллективном договоре. Значит, следующая доплата за передачу смены. То есть, опять же, это оперативников касается. Когда смена передается, соответственно, людям приходится там задерживаться. У нас, по-моему, это полчаса. Вот эти полчаса, они не выбрасываются, они тоже работнику оплачиваются. Значит, и доплата за работу в выходные и праздничные дни. То есть, это нормы, все вот, все нормы, о которых мы сегодня говорили, которые были перечислены, это нормы законодательные. Эти нормы прописаны Трудовым кодексом и не просто так, значит, идет абзац, да, первая, значит, формулировка 152-й статьи, значит, оплачивается в двойном размере. Это в полуторном, по-моему, было до изменений 19-го года. В 19-м году статья Трудового кодекса была изменена и это положение стало меняться. Вот если у нас в старом Трудовом кодексе было, что написано? У нас тройной размер был прописан по коллективному договору. Это соответствовало тому, что, ну, где-то, наверное, на один тариф получалось больше, чем обычная заработная плата. Вот, сегодняшнее вот это положение с изменением Трудового законодательства, оно выровнялось. То есть, у нас трудовое, это положение прописано согласно Трудового кодекса. То есть, не улучшает, но наравне с Трудовым кодексом. Эта норма просто дублирует трудовое законодательство. Это еще один момент. Значит, соглашусь с тем, что сверхурочная работа в сверхурочное время это понижение заработной платы. И мы об этом говорим постоянно и постоянно в средствах массовой информации Рабочей партии России. Это идет красной нитью. То, что, ребята, мы тем самым, как вот товарищ Федин отметил, мы ставим себя под угрозу. То есть, мы занижаем свою заработную плату и неизвестно, кто потом и, во-первых, конкуренция растет очень большая между работниками. И неизвестно, кто потом вылетит действительно с предприятия. Это тоже очень основной, ну, я считаю, важный момент, на который как бы стоит обратить внимание. Значит, сверхурочное. Мы неоднократно проводили семинар с повесткой в повестке дня стоял вопрос о сокращении нормальной продолжительности рабочего дня. То есть, какой вопрос, какая речь может идти о нормальной продолжительности рабочего дня, если на сегодняшний день, как мы видим, день пытается, наоборот, удлинить, вместо того, чтобы его сократить. Соответственно, удлиняя день, у нас отнимают свое свободное время, а мы все знаем, что наше свободное время нам дается для чего? В первую очередь для свободного и всестороннего развития. То есть, человек, не имеющий свободного времени, он обречен, он не может улучшить свое положение не в одиночку, ну, соответственно, если он не организован, а если организован и не занимается организацией этим, ну, соответственно, тоже ничего хорошего от этого не ждите. Значит, еще какой момент, еще звучало, значит, в выступлениях интенсивность труда и производительность труда. Идет, среди руководства идет подмена понятий, подмена понятий, а именно, это интенсивность труда, она ими, работодателями, ставится между этими двумя понятиями знак равенства. Но мы-то, работники, знаем, что это не так. Мы знаем, что интенсивность это делай быстрее, в кавычках эффективнее, ходи быстрее, там, участвуй в каких-то ПСР проектах и тому подобное. Причем, во многих нормативных актах в обязанность работников, я вот уже много просмотрел современных нормативных актах, прописывается, значит, прописывается момент, чтобы непосредственно работник участвовал в увеличении производительности труда. Мы так подумали с коллегами, с товарищами, думаем, как непосредственно работник, но вот как каждый из нас может повлиять на это. То есть, и видим вот именно в этом подмог, да, то есть, они хотят, чтобы мы интенсивнее работали, а производительность труда, она в первую очередь зависит от собственника средств производства, правильно? Вы меняете оборудование, значит, технологический процесс пересматриваете, да, а подумали, как может работник все-таки увеличить производительность труда, а именно требованием того, что расширить штат, то есть, нас будет больше, бригады 10 человек, давайте сделаем бригаду 12 человек, производительность труда вырастет, конечно, вырастет. Это один момент. Другой момент, обучения, то есть, бригада квалификации, ну, как правило, раньше было один высокий разряд, два человека пониже разряд, три человека еще ниже разряд, и вот такая хронология идет, значит, в тарифной сетке. Но почему не добиться, допустим, чтобы вся бригада была высококвалифицирована? Обучаете людей, производительность труда вырастет, вырастет, но это все несет как бы еще затраты со стороны работы дателя. Мы знаем, что они сейчас хотят экономить на всем, но понимая то, что в первую очередь они экономят на нас, мы не должны идти у них на поводу, а преследовать свой интерес и бороться за свой интерес. Спасибо за внимание. Кудрявцев Валерий Михайлович, уполномоченный Российского комитета рабочих по Нижнемуногу в Нижнегородской области. Значит, вообще мы вот вопрос рассматриваем какой, вот с каких позиций мы должны рассматривать вопрос сверхурочных. Я считаю, с тех позиций, которые несколько заседаний назад обозначил Денис Борисович. Главная наша задача избавиться от сверхурочных. Вот задача, которую мы должны решать. Не копейки считать, а избавиться от сверхурочных. Значит, мой опыт, самый эффективный способ борьбы со сверхурочными это экономический. Мы на своем заводе забили в как там правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны вот эти все длительности рабочего времени, там оплаты и так далее. Забили такую вещь, что в то время, значит, сверхурочные, в зависимости от длительности менялась оплата, мы забили двойную оплату. Работу в выходные и праздничные дни. Двойная оплата и оплачиваемый день отдыха. Свободное время, мы уже здесь выяснили, свободное время это то, которое материально обеспечено. если у тебя нет денег, гуляй по улице сколько хочешь. Это у тебя не свободное время. Свободное время, когда у тебя есть средства для того, чтобы эффективно это время провести. Получить от этого определенную пользу. Значит, почему оплачивали, почему этот вопрос возник? Потому что большинство на заводе это рабочие издельщики. А издельщиков это была система и при советской власти была такая же. Отгул издельщику и не платят. Гуляй так. Здесь будьте добры среднюю кому платить. Значит, сначала на переговорах, когда по этому поводу обсуждали, как-то так спокойно администрация сначала восприняла, потом на следующем заседании комиссии они говорят, вы обманываете. Почему? Потому что вы потребовали за выходной день тройную оплату. Да, тройную, а что? Что мелочиться-то? Значит, еще очень важный момент. Все время была такая практика. Он пришел там в выходной на два, на три часа. вот за два часа мы заплатим. Нет, дорогие, платите полный день. Он проходной пересек, будет добро платить полный день. Почему? Потому что он уже не дома, он уже не с семьей, он не отдыхает, у него день сломан. Вот, и тут, конечно, очень серьезные терки, но это положение приняли и сверхурочных стало значительно меньше. Просто перестали предлагать. Бывало такое, бывало, там были моменты, у нас там приехали военные, привезли станцию, ребята, вот, вот, там на колени встают, сделайте, ну, делаем. Опять же, вот эта конкретная работа оплачивается вот таким способом. Ни время, ничего мы не подвязываем, а типа аккорда берем, делаем. Вот. То есть, вот, когда им ставишь невыполнимые, невозможные с точки зрения условия, они начинают заниматься организацией производства. Вот, что интересно, сверхурочные практически ушли, вот у меня бригада вообще отказалась, мы сказали, мы вообще не выходим. И не подходите, и не разговаривайте с нами. Сверхурочные не работаем. Все нормально, организация произошла таким образом, что у нас мелкие, простые, они постоянно были. У нас, ну, специфика такая у работы. Тут все стали вовремя подавать, все, все вовремя, так сказать, вспомогательные все дела решать, все, и вопрос снялся. Вот это вот такие важные моменты, которые надо знать, надо знать. Еще раз, главная задача от сверхурочных уйти, чтобы их не было как таковых, значит, ну, я не буду, хотя, надо сказать, наверное, были у нас, у нас огромный цех, в общем-то, по таким предприятиям, там, около тысячи человек было, все были любители поработать сверхурочно, да, аккордные платили, это, так сказать, неучтенка для семьи, вот, значит, аккордные, там, тридцатку в месяц, плохо ли в советское время, значит, больше, чем до 65 ни один не дожил, вот, сейчас уже время прошло, вот, так, смотрим, 65, это край, а то так, 60 на пенсию, 61 уязли, вот, понимаете, то есть, вроде бы, вроде бы и не сильно напрягались, вроде бы и с удовольствием это все делали, и компенсации были, а время жизни кончилось быстро, вот, надо людям это объяснять, и еще момент, когда выдвигаются требования, вот, такого класса, что, ребята, давайте потребуем, чтобы нам платили на сверхурочные, там, тройную оплату, согласятся, вот, если скажут, наоборот, давайте откажемся, скажут, ну, ты тоже, а вот тройную, давай, но ты иди первый, вот это скажешь обязательно, все, спасибо, да, да, уходите, Соловьев Василий Феликсович, электрогазосварщик, город Ленинград, Кировский завод, АО, Петербургский тракторный завод, ну, что я хочу сказать, вот, то, что говорят про сверхуроченные часы, да, вот, сколько у нас работодателей, просто вот, даже работал я на картонтоле, вот, на Амуховской обороны, у нас есть такой завод, и наш работодатель такой был, работал там у нас, Сергей Валентинович Васильев, все время надоедал мне, выходи каждую субботу, по 8 часов, а там мечешься, вот там приварить, там приварить, там приварить, ну, за 8 часов уже просто выматываешься, да нельзя, вот, а он еще, давай еще работай, и сверхуроченные часы, и работай, вот, как бы, субботы выходи, ну, просто обнаглел человек, вот, и потом в результате, что у меня было, травма глаза, долго лечился, 2 месяца, он потом меня просто, когда я вышел из больничного, попросил уйти, вот, ну, пошел я на Кировский завод, и там тоже, вот, люди как-то работают, сверхуроченные часы, там, вот, многие льют грязь, а, вот, да Ленин, да был такой, да он был тиран, да он отучил людей работать, вот, да, что люди отвыкли работать, а я говорю, ты сейчас работаешь по 12 часов, ну, я говорю, ты правильный, хорошо, что такое, подняли пенсионный образ, хорошо, нефига тиран, что она на пенсию, работать надо, а вот, как сказал вот человек, что, когда люди работали по 12 часов, сверхуроченные, многие не дожили до 65, вот, и у нас тоже один товарищ есть, тоже так же вот работает, недавно вышел с больничного, вот, очень много приходится, и он и много суббот берет, и все время вот так вот, каких-то, все время вот как-то на работе, чуть ли не постоянно там, чтобы что-то себе заработать, ипотеки закрыть, кредиты какие-то, вот, кто-то хочет квартиры себе купить, кто-то комнаты снимает, вот, надо работать, я говорю, а вот сейчас вот мы живем хорошо, мы работаем, и надо работать, вот, сейчас мы приучены к этому труду, ну, где вот эта перспектива, вот я, например, умею варить трубы, а вот почему вот не дают освоить сварку под рентген, и прочие другие дела, чтобы уже с высшей квалификацией, уже зарабатывать больше денег, вот, вот это вот нет, вот этой перспективы, вот, ну, вот и сейчас вообще отменили сверхуроченные, а без сверхуроченных, вот, один голый оклад получать, это получается 22 500, это оклад, там, плюс, вредность, это 25, там сколько, премия еще 11, ну, 31, ну, целом выходит без аванса 27 тысяч, что это за зарплата, так что вот приходится выходить, вот эти сверхуроченные часы, и платят ли их вдвойне, вот, субботы, конечно, да, оплачивают, даже приходится в субботы по две смены работать, 16 часов, а то, что вот как говорили про ночные смены, да, что люди уже становятся вот полностью психами, на почве этого, я понимаю, даже, вот, сутки через трое, даже когда работают, а когда пять ночей подряд, и работают там кузнецы, вот, и мне вот тоже говорят, ты, ты не уравновешен, да, конечно, у меня тоже вот был такой нервный срыв, даже из-за этого, что я вот просто ночью не мог глаз сомкнуть, вот, и даже, и еще неизвестно, что терпят вот эти кузнецы, как они это все терпят, и если вот нет необходимости в ночные смены, вот такие делать, зачем их делать, вот, а все равно делают, ну, просто вот, если так вот скажешь, что я не могу, тебя просто выгоняют с работы, вот, ну, я не знаю, вот как вот сделать такое, председатель профсоюза, у нас есть такая, назовут даже ее фамилию, Нинка Печенцова, пускай это даже запишут, зафиксируют, что, какой она профсоюз, где она защищает права людей, выгнали, какого слесаря, ну, попался там с плохим металлом, он хотел вынести через проходную, вот, я сколько вот писал бумаги, хотел его вернуть обратно, потому что он хороший слесарь, и ведь ни профсоюз не постоял, никто из рабочих даже не подписался, чтобы его оставили все-таки у нас, вот, вот, а вот, то, что у нас по факту крысятничества есть, кто-то ворует чужие деньги, вот это да, даже начальник, я вот один раз одному товарищу дал долг, и у меня пропало полторы, я сказал об этом начальнику, и он меня подошел, подвел, и сдал меня вот этому вот, говорит, что он про тебя слухи распространяет, что ты вор, вот, хотя я такого не говорил, были только подозрения, предпосылки, вот, потому что до этого еще у одного слесаря-электрика пропали 20 тысяч, а у него шкафчик, вот он переодевается рядом с ним, вот, просто понимаете, вот мой работодатель, вот, получается, как стравливает между нами, меня, кого-то, вот, еще я, я когда вот, меня лишили еще премии, премии лишили, вот, фактически ни за что, нарушение какой-то пожарной безопасности, когда я выполнял сварочные работы, трубы варил, вот, и рядом был пожарный щит, я даже это отснял, и все равно сделали решение премии, я написал бумагу, хотел поднять, пойти в суд, а он говорит, ах ты какой, Павел, ну решил поднять, типа, что мы тебя, если надо, выгоним, будем тебя вообще доставать, и будем тебя вообще этими ночными сменами полностью, вот так вот туда окунать, вот, ну, я, конечно, ему тоже сказал вежливо, назвал его очень нехорошо, вот, вот, такой вот, у нас происходят вот такие сдержки на заводе, а сверхуроченные часы, конечно, вот, ну, просто, ну, без них просто не заработать, вот, и вот, тоже вот, профсоюз вообще, это не профсоюз, одно только название, вот, я уже ставил вопрос, пора бы избирать председателя профсоюза, ну, я не знаю, как там, что будет дальше, посмотрим, посмотрим, работают надо, а? работать надо, добавить, не, а он не работает, отпуска, отпуска, я их еще хочу добавить, вообще, нас лишили, располовинили, отпуск, вот так вот, коротенький, да, я прям добавлю товарищу, скажу, что, да, действительно, такое случается на предприятиях, собственно, мы здесь для этого все и собрались, приезжайте сюда, во-первых, почаще, вот, потому что здесь все сознательно рабочие, и есть люди, которые помогают сознательным рабочим, друзья рабочего класса, большие, вот, и все эти вещи мы здесь проговариваем, делимся, и опыт получаем серьезнейший, я приезжал в первый раз в 16-м году, для меня было нечто таким, ну, сверхъестественным, создать профсоюз, я приехал сегодня, могу сказать, что создал профсоюз, вот, то есть здесь рабочие действительно получают знания, как бороться нужно за действительно коллективное действие, коллективное улучшение рабочих, вот, как за коллективный договор бороться, как что нужно делать, и мы расскажем, как создавать первичную организацию профсоюзную, это, я думаю, вам будет большим опытом в будущем, а вообще для помощи, как таковой, вот, спасибо. Я еще хотел сказать, вот в этом году у нас вообще, даже отпуск полностью в располовине, я вот 4 недели должен был отгулять еще по времени, сделали коллективные 2, и промежуток еще 2, которым не надо это делать. Бобина Григорий Вячеславович, врач, город Ленинград. Вопрос сверхурочной работы также касается медицинских работников, я как представитель медицинского профсоюза, именно профсоюза действий боевого, который как раз борется за права работников здравоохранения, и для нас вот эта проблема сверхурочной работы стоит, как ни для кого, то есть ни для кого не секрет, что медики некоторые работают, но некоторые, а очень много-много медиков, работают на 2 ставки, то есть это, как вот сказал товарищ Гордеевнин, это оформляется как совместительство, и люди не получают никаких ни добавок, ничего, ни в двойной оплате, а именно работают на 2 ставки, и это считается нормой, то есть люди вообще в принципе не видят свою семью, и получают за это банально копейки, и видите, вот эти сверхурочные, которые мы поднимаем здесь на Российском комитете рабочих, вот эта тема, она цепляет все подряд, то есть это вот комплексная проблема, которая, ну у нас стоит в одном вопросе, в принципе на это можно было потратить неделю, обсуждать неделю, и вот что касается моей сферы, примеры следующие, Ленинградская область, скорая помощь, на скорой помощи работают 700 фельдшеров и врачей, ну врачей копейки, там буквально 5 десятков, остальные, основной это на скорой работать фельдшеры, их 700 человек, если взять нормативы, то есть о чем мы говорим, что должны быть нормативы, то есть для каждой работы должен быть определенный штат сотрудников, по штату должно работать в Ленинградской области 1900 фельдшеров и врачей, то есть вот эта разница в 1200, соответственно, каким образом решается это, первое, все работают на ставку, ставка 75 на 2 ставки, второй момент, работают в бригаде не по одному, а по двое, ой, не по двое, а по одному, то есть получается, что каждый работник работает за... Четверых. Четверых, да. И каким образом, то есть желтые профсоюзы никак это не участвуют, а те профсоюзы, которые сейчас поднимаются, вот они как раз и поднимают эту вот проблему, и поднимая эту проблему, она хоть как-то начинает решаться, то есть возникает вопрос, если у вас не хватает 1200 сотрудников, то, соответственно, их надо где-то взять, их надо где-то научить, то есть из воздуха они не появятся, их же надо научить, соответственно, надо найти какие-то учебные базы, развивать вот эту учебную базу. Я банально обзвонил те учебные заведения, которые в Ленинградской области готовят именно фельдшеров, даже не врачей-фельдшеров, их всего три, выпускается 50 фельдшеров на всю Ленинградскую область, из них на скорую уходит не больше 20, но с каждой вот из 50, то есть всего 150, выходит 60. Сами понимаете, что 1200 человек они подготовят спустя много-много лет, то есть получается там, страшно предположить эту цифру, то есть по большому счету именно Ленинградская область ничего не делает для того, чтобы эту решить проблему. И вот рядом есть соседний регион, это Карелия, там была итальянская забастовка в течение трех месяцев, и поставили как раз вопрос о том, что нету бригад, и нету даже людей, которые бы могли бы эти бригады сформировать. И это заставило шевелиться непосредственно руководство, и стали искать моменты для того, чтобы расширить прием именно на фельдшерские училища в колледже, чтобы выпустить этих сотрудников. То есть чувствуете, да, организованная борьба коллектива за коллективный договор, за улучшение условий труда повлияла именно на администрацию, для того, чтобы администрация предприняла какие-то действия для улучшения этой ситуации. То есть мы молчим, и в принципе ничего не происходит. Ну вот Ленинградская область это классный пример. Ну и сейчас, что происходит в стране, это, допустим, в Санкт-Петербурге более-менее нормальная зарплата, сейчас наши отделения заполняются фельдшерами, те, которые приезжают с периферии. Соответственно, здесь на периферии не будет вот этих работников, которые будут обслуживать население, выезжать к вам на вызовы. Ну, то есть, едут из Удмуртии, из Рязани. Ну, короче, вся география представлена, вся география представлена сейчас в Санкт-Петербурге и в Москве. На местах сейчас организовываются именно боевые профсоюзы, что служит толчком для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Ну, и вот это вот еще, вот эта тема переработки цепляет вопрос, опять же, о учете рабочего времени. Как вот пишет Золото в своей монографии, ну, и неоднократно это говорил, что почему мы учитываем именно годы работы, а почему бы не учитывать именно часы работы. Так вот, у медики, которые работают по две ставки, соответственно, у них трудовая жизнь должна быть всего 20 лет, получается, да? Александр Владимирович, это вот, я думаю, надо вот этот вопрос ставить, то есть, если, в принципе, поставить этот вопрос, ну, начать с Российского комитета рабочих и выдвигать это целиком через все профсоюз, чтобы учитывалась трудовая жизнь именно в часах, тогда это именно будет невыгодно перерабатывать и перерабатывать. То есть, это тоже повлечет вот такое, если это будет на государственном уровне решение, во что я, естественно, не верю. Но такой вопрос надо, в принципе, ставить. Если никто не ставит этот вопрос, а как это решать, если не ставится вопрос? Именно учет по часовому рабочему, ну, по часам рабочее время, и тогда это будет. Но так как это все далеко, то надо начинать, естественно, с того, чтобы формировать боевые профсоюзы. И вот несколько раз говорилось именно про коллективные договоры, что когда ты начинаешь писать коллективный договор, начинаешь со своими товарищами по работе обсуждать положение об оплате труда, сразу возникают и вот эти сверхчасовые, и возникают вот эти вот маленькие ставки, как у медицинских работников. То есть, если у тебя ставка всего лишь, как в Тверской области, семь с половиной тысяч, ясно, что в двойном размере, ну, что ты там будешь увеличивать, когда семь ставка, 20 ты получаешь, и работодатель просто тебе за счет вот этих вот премиальных и КТУ просто там чуть-чуть там где-то там что-то нарежет, урежет, и получишь ты те же 20 переработав в два раза. Так что, товарищи, создавайте профсоюзы, участвуйте в написании коллективных договоров, защищайте. Ну и вот, опять же, по переработкам можно с помощью Трудового кодекса Российской Федерации, напомню, повысить себе зарплату, если, опять же, у вас, ну, допустим, прописан час работы, какая-то сумма, как у крыльных щеков, допустим, 300-500 рублей. То есть, если у вас есть график рабочего времени, то вы должны добиться, чтобы был еще и табель рабочего времени, чтобы в этом табеле рабочего времени была прописана ваша там переработка, которую вы делаете, для того, чтобы в дальнейшем вам оплатили эти часы в двойном размере, но для этого должен быть, опять же, профсоюз, должен быть инспектор по охране труда, который это все зафиксирует вместе с вами, и чтобы это все было организовано, чтобы сзади стоял профсоюз и подпирал ваши права, ну и конкретно вы в этом профсоюзе, и вы со всеми остальными боретесь именно за это. То есть, даже выполняя сейчас Трудовой кодекс Российской Федерации, можно увеличить себе зарплату. Спасибо. Здравствуйте, меня Старцева Ксения зовут. Александр Урязьев сказал про вопиющий случай, когда бухгалтерия учитывала 12-часовой рабочий день как 8-часовой рабочий день, и товарищ Григорий Вячеславович сказал о том, что, конечно, обязательно нужно бороться за коллективные договора. Коллективные договора должны найти у агитатора ключ к сердцам его сотрудников, между которыми он агитирует. И я предлагаю связать эти два явления, и думаю, что борьба, например, за протоколирование сверхурочного времени, которое отработано работниками, может сплотить работников и подвинуть их на ступеньку ближе к заключению коллективного договора, когда вы с рабочими договариваетесь, что раз нам бухгалтерия не учитывает наше 8-часовое рабочее, ну, в смысле, учитывает наше рабочее время как 8-часовое, нам нужно этому что-то противопоставить. И они подступают противозаконно, потому что по Трудовому кодексу работодатель обязан вести точный учет отработанного времени. И получается, если он неправильно учел, нужно как-то доказать в прокуратуре или в таких вот органах, что это время было отработано. И это прямой путь к организации своего трудового коллектива. А давайте-ка писать протоколы о том, что Иванов, Петров, Сидоров зафиксировали, что там какой-нибудь Григорьев отработал дополнительно, сверхурочно 4 часа. И так для каждого. И огромная стопка документов, которая потом может быть направлена в прокуратуру, если работодатель не согласится на какие-то существенные уступки. И я думаю, что, ну, это первая мысль, которая промелькнула, это может быть одной из маленьких побед на пути к сплочению коллектива, к тому, чтобы он был готов заключить коллективный договор. Спасибо. Кузнецов, город Ленинград. Я бы по технологии. Ток. Ну, то, что тут позвучало, конечно, все это было правильно, это происходит везде, все мы об этом знаем, живем при капитализме, любой хозяин хочет, чтобы работали побольше, а платить людям поменьше. Вот. Я вот, что хочу заметить, что, в принципе, и в трудовом законодательстве, и вот в других документах, там ведь очень все правильно написано. И в ЗОТе написано о том, как, значит, нужно оплачивать сверхурочное время, как нужно оплачивать выходные и прочее. В коллективном договоре, как правило, эти статьи туда механически переносятся, но тут вот один товарищ, говоря о трудовом коллективном договоре, сказал, что некоторые этот коллективный договор-то и не видели никогда. Дело в том, что когда я работал вот на металлическом заводе у нас, я довольно долго работал, у нас были люди, которые всю жизнь проработали на на этом заводе, и они понятия не имели, что это такое. Колдоговор. Никогда его не видели. А у нас был, в общем-то, считалось, что у нас один из лучших коллективных договоров в Ленинграде. В Ленинграде, в Петербурге потом. Они, в общем-то, для них авторитетом был не коллективный договор, а начальник. Вот. Поэтому, понимаете, законы-то можно какие угодно написать. Очень хорошие. От людей зависит, будут ли эти законы выполняться. Будет ли этот колдоговор выполняться вот на данном предприятии. Вот придет начальник, скажет, вот выйди завтра. А вот не у каждого ведь повернется язык сказать, а вот у нас колдоговор, мне это трудовое законодательство, и колдоговор мне это запрещает. Понимаете? Как ты разговариваешь с начальником, от этого ведь многое зависит. От этого. Либо ты говоришь с ним на равных, либо ты перед ним, значит, прогибаешься. на полусогнутых. Вот, собственно говоря. Да, еще хочу что сказать. Ведь вот эту вот переработку, ее же очень трудно так сказать учитывать. Ну, как правило, на крупных предприятиях так называемая белая зарплата, там все ясно. А ведь у нас же много таких вот мелких предприятий, в которых, как правило, зарплата серая, так называемая. То есть, человек получает какую-то определенную твердую сумму, а то, что ему там как-то там насчитывается, это очень трудно проследить. Вот. И я вот, например, честно говоря, обратился к своему, пришел к директору, обратился, говорю, почему мне вроде бы прибавили недавно оклад, а почему я получаю, как получал, так, ну, собственно говоря, так и получаю. Он меня отправил к нашей бухгалтерше. С ней я говорил очень долго, довел ее до белого коленя. И, в общем-то, я так понял, что не то, что там бухгалтерша, но и директор-то, собственно говоря, и не знает, как нам платят. Вот в чем дело. Поэтому проследить вот эти все переработки очень трудно. Ну, в принципе, повторяю, все зависит от людей. Например, начальство знает, что ко мне подходить и требовать, чтобы я вышел там или остался, или, значит, вышел в выходные, бесполезно. А есть люди, которые, в общем-то, соглашаются, ну, они к ним, значит, вот. Потом еще специфика-то такова, что, вот, например, вот я токарь, да, токаря у нас работают по 8 часов, а вот операторы станков с ЧПУ работают по 12 часов. и работают они сутками, в смысле, и ночью работают. Так что, получается так, что у них и переработок-то не бывает. Вот это вот тоже надо учитывать. Это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Кужелев Евгений Юрьевич, являюсь рабочим на фармацевтическом заводе Верафарм в Белгороде. Хочу добавить информацию к данной теме. Товарищи докладывают, что на предприятии ООО НПП Сталин Эрго переработки с лета 2019 года были полностью отменены. Стали предлагать отгулы. А на золотодобывающей корпорации Кенрос ввели ограничения сверхурочных со слов директора предприятия из-за давления налоговой службы и Министерства труда. Есть факты отмены переработки на некоторых предприятиях сверху, но с чем это связано на данный момент сказать трудно. У меня все. Уважаемый товарищ, здравствуйте. Артем Иванюк, город Электросталь, Металлургический завод Электросталь Инженер. Я хотел бы поделиться свежей новостью, которая к нам прилетела из Тюмени. О чем речь? В прошлом выпуске газеты «За рабочее дело» я опубликовал статью как представитель инициативной группы на своем заводе, который обращался к нашим заводчанам, рассказывая о проблемах нашего предприятия, хотя об этом и так все прекрасно знают на заводе, и рассказывал о том, что у нас есть инициативная группа, нужно подключаться к работе, указал контакты, поступили, так сказать, обращения с других цехов, и группа расширилась, это замечательно, но в том числе и пришла весть из предприятия Электросталь Тюмени. Вот, то есть, работник этого предприятия ознакомился с моей статьей, и, видимо, так она на него повлияла, что решил обратиться за консультацией. И вот, с чем обратился данный товарищ. Сообщает он, что на заводе Электросталь Тюмени установлена в связи с вредностью 36-часовая рабочая неделя. Где-то месяц назад работодатель обратился к работникам с просьбой, ну, так по-человечески, товарищи работники, давайте на 4 часа подольше поработаем, ну, понимаете, ситуация тяжелая, нужно, так сказать, выложиться. Ну, и работники повелись, подписали соглашение на работу 40-часовую рабочую неделю. В соглашении было прописано то, что мы соглашаемся работать 40 часов с денежной компенсацией. О размере в соглашении ничего написано не было. Чуть позже работники узнают, что эта денежная компенсация составила всего 5%. Соответственно, у всех возникло возмущение и вопрос, что же делать? А из-за того, что знаний в профсоюзной борьбе у них нет и профсоюз, который действует, не стоит за интересы работников, и тут наша статья благодаря нашим тюменским товарищам вовремя пришла. Обратились они ко мне. И вот мне хотелось бы для работников электростали Тюмени, я думаю, что они сейчас нас тоже смотрят и в трансляции и в записи будут смотреть, ответить на этот вопрос, что же делать? И также тем, кто с такой же ситуацией у себя на производствах столкнулся. А делать нужно вот что. Нужно писать еще одно заявление об отказе о работе 40 часов. Это самое первое, что нужно сделать. Нужно вернуться к 36 часам. Но и не ограничиваться на одном лишь этом. Ведь, понимаете, мы с Сергеем Александровичем Горбушкиным мониторим профсоюзные сайты, в том числе и сайт Центрального Совета Горно-Металлургического профсоюза, вот наш профсоюз завода Электросталь и завода Электросталь Тюмени первички входят в один и тот же профсоюз ГНПР. И вот мы узнаем недавно, что на сайте опубликована следующая статья, то, что работники завода Электросталь Тюмени провели действительно мероприятие, сходили в боулинг профсоюзным активом и поиграли, покатали шары. Вот представьте, какой контраст, мне звонят работники, сообщают, что у них повышается, растет трудовая рабочая неделя, а тут профсоюзники катают шарики и развлекаются. И вот что же делать товарищам из Тюмени? Что делать? Нужно ставить вопрос о переизбрании этого профсоюзного актива, потому что профсоюзный актив это те люди, которых сами же работники избрали. А как на основании чего нужно избирать? Рекомендую вообще всегда держать под рукой устав профсоюзной организации, потому что здесь, в данном случае в ГМПР статья 25 прописаны основные направления работы первичной профсоюзной организации. Тут пунктов 16 целых. Если профсоюзная организация ни с одним пунктом, ни один пункт не выполняет, нужно перезбирать, конечно. Проводите отчетно-выборные собрания досрочные и ставить своих людей, которые коллектив не продадут. Далее, как уже было озвучено, готовить свой рабочий проект коллективного договора. Никто не сделает этот коллективный договор лучше, чем сами работники, если они обладают знаниями. И включать в этот коллективный договор в проект важные требования. Одно из них это сокращение рабочего дня до 6 часов с сохранением заработной платы. Соответственно, с 36 часов уменьшать рабочую неделю до 30 и одновременно включать требования о повышении заработной платы реального содержания на 10% сверху уровня инфляции ежегодно. Что хотелось бы мне пожелать нашим тюменским товарищам? Успехов в борьбе. Во-первых, хорошо, что они наконец-таки на наши призывы начали откликаться. Это замечательно. Это говорит о том, что газеты Фонда рабочей академии работают. Мне хотелось бы, чтобы этот отклик был еще больше. Ну а мы, кто нас сейчас смотрит и кто сейчас присутствует впервые на заседании Российского комитета рабочих, мы это Корбушкин товарищ, Кальвид, все наши консультанты, товарищ Кудрявцев, Бобинов, мы все всегда готовы проконсультировать и помочь. Потому что когда человек задается вопросом, что же делать, а в окружении в своем он один, который пока что загорелся, согласитесь, тяжело разобраться. Это сложно. Но сложное, как мы знаем, состоит из множества простых. Поэтому все вот эти на самом деле простые вещи можно можно уяснить и взять в работу. Ну и всем работникам, всем, кто нас сейчас смотрит, читает, прошу всех выходить на связь к нам. мы будем помогать и наше движение рабочее, профсоюзное будет расти и крепнуть. Спасибо. Уважаемый товарищ, еще можно пополнить? Хотелось бы дополнить товарищу Кудрявцеву, нет, не Кудрявцеву, Вознецова, да, по поводу, извиняюсь, что еще раз задал слово, по поводу общения с представителями работодателя. Но я хотел бы поделиться практикой нашей инициативной группы. С нами уже начальники боятся разговаривать, а потому что они знают, что мы все пишем на диктофон. Я рекомендую такую практику использовать, потому что нет, А кого это беспокоит? Своих собственных интересов для защиты. Самарфоны есть у всех, функции диктофона есть у всех, пользуйтесь, пожалуйста. и если будет давление по профсоюзному признаку, либо еще какие-то вещи, надо будет использовать. Это в наших же с вами интересах. Спасибо. Спасибо большое. У кого есть что сказать по первому вопросу, есть желающие выступить? Тогда докладчику представляется слово для того, чтобы зачитать проект постановления по первому вопросу. У нас есть проект постановления Российского комитета рабочих оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом требования работников к работодателям. Российский комитет рабочих отмечает, что сверхурочная работа и работа в выходные дни являются способами эксплуатации трудящихся, используемыми работодателями для производства большей прибавочной стоимости. Вне зависимости от уровня оплаты сверхурочных часов, работники, соглашаясь работать сверхурочно, подрывают свое здоровье, сокращают продолжительность своей жизни, активно содействуют увеличению безработицы и в конечном итоге стимулируют работодателя к снижению цены рабочей силы. Работа в выходные и рабочие праздничные дни, даже если она компенсируется дополнительным нерабочим временем, нарушает отдых трудящихся и их семейную жизнь. Коренным интересам работников соответствует борьба за сокращение рабочего дня, за отказ от сверхурочных и работы по выходным и нерабочим праздничным дням. Принимаем во внимание, что сверхурочная работа и работа в выходные дни носят в России массовый характер, для сокращения их количества Российский комитет рабочих рекомендует на предприятиях вести агитацию по разъяснению вреда для трудящихся сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, требовать от работодателя неукоснительного выполнения статей 152 и 153 ТК РФ по оплате сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, добавлять в проекты прогрессивных коллективных договоров положения, значительно увеличивающие оплату сверхурочных по сравнению с требованиями статей 152 и 153 ТК РФ включать в проекты прогрессивных трудовых договоров требования 6-часового рабочего дня, подготавливать и проводить коллективные действия в поддержку прогрессивного коллективного договора при его принятии и осуществлении. Уважаемые товарищи, предложение данный проект постановления принять в целом принять за основу, чтобы в дальнейшем предъявлять поправки и проработать этот документ. Кто за то, чтобы данный проект постановления принять за основу? Прошу голосовать воздержавшись против. За годы вставайте, шеренни сметайте, На битву шагайте, шагайте, шагайте.